Вчера, друзья, 9 сентября, Путин уволил почти 30 генералов и полковников. Но это уже второе такое массовое увольнение из силовых структур. Труктур генералов гонят в зашей, потому что много их развелось. Раньше не было такого количества генералов. И само звание генерал, это было что-то такое высокое и уважаемое. Сейчас это все довольно легко и просто. Покупается любое звание, любой погон вы можете приобрести. Не всегда за деньги, иногда и за счет дружбы. А дружба, она тоже бывает абсолютно разная. Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти 30 высших должностных лиц в правоохранительных органах. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, указ номер 425, номерок-то какой красивый, 425, был подписан российским президентом в субботу, 7 сентября. Ну, кто на дачке, кто в театр, а президент работает. Работает и подписывает вот такие документы. Когда в понедельник пришли полковники и генералы на работу, а документ уже подписан, друзья, вот вам бабушка и Юрия в день. Вы на дачках или в баньках развлекались с девушками? А президент работал, и именно по вам работал. Итак, 7 сентября в субботу он подписал эти указы. В частности, со своих постов были уволены руководители главного следственного управления Следственного комитета России СКР по Крыму, генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров. Но крымские СК нужно чистить, я вам скажу. Чистить, чистить и чистить. Там такой рыжий есть, который, ну, как я поняла, он сразу лег под бандитов, как только приехал в Крым. Им же сразу бандиты предлагают кусочек землицы, ну, там где-нибудь доля в санатории. И они покупаются, нищие души, Шарикова, они все приматы покупаются на такие вот предложения. Так что хорошо, что сняли Назарова. За Назаровым нужно убирать из Крыма рыжего. Он, конечно, останется в Крыму, у него там теперь огромное количество собственности. Но я думаю, что новые товарищи пощиплют ему перышки с тем, чтобы не слишком богат он оказался. Итак, по Дагестану. То же самое генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин снят. Кроме того, от должности был освобожден первый заместитель руководителя дагестанского следственного управления Тугаи Тугаев. Вместе с этим были произведены новые назначения. Пост прокурора Москвы занял госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов. Старший советник юстиции Алексей Ежов. У нас Ежовы появились, друзья. 37-й год. По всем параметрам у нас пришел 37-й год. Как Сталин, помните, он одну волну, вторую чистил волну. Это он чистил силовиков, если вы помните. Он одну за другой чистил. С 1935 года он начал чистку в силовых структурах ежегодно. Огромными партиями они отправлялись на эшафот. Итак, пост прокурора Москвы занял госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов. Старший советник юстиции Алексей Ежов сменил его на посту главы поднадзорного ведомства. В Дагестане. СУ СКР в Карачаево Черкесской республике возглавил полковник юстиции Николай Щепкин. Главой МВД Крыма стал генерал-майор полиции Павел Каранда. Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве. Генерал-майор полиции Андрей Янишевский. Ранее стало известно, что Путин уволил старшего помощника председателя СКР по особым поручениям генерал-лейтенанта юстиции Игоря Комиссарова. В Следственном комитете генерал занимался вопросами защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей и других подобных категорий граждан. Выслуга лет Комиссарова составила около 50 лет. Итак, чистка продолжается. Силовики подверглись зачисткам, причем таким серьезным чисткам многих сейчас будут снимать. И для того, чтобы они подчинялись, для того, чтобы держать их в руках, конечно, друзья, надо смести одних метлой, других еще и посадить, выжать из них денежное масло. И таким образом, следующие, кто вступит на их место, будут более сговорчивы. Во всяком случае, первые два года они будут лопатками бежать впереди себя, для того, чтобы только угодить руководству страны. Я думаю, что это будет так. И, конечно же, основной принцип – они должны зарабатывать деньги и должны делиться со всеми там госструктурами наверху. Ничего нового не произошло, друзья. В принципе, ведь Путин действует четко методами Сталина. Вы не заметили это? Один к одному методы у Путина, сталинские методы. Может быть, Путин чуть слабоват, может быть. Но Сталин, наверное, время такое было немножечко другое, и он был более жесткий и резкий. Путину нельзя так. Он смягчает свои действия, однако же сейчас эти действия очень жестокие и суровые, потому что подходим мы к какому-то рубежу, когда нужно будет действовать очень открыто, откровенно. Это со стороны Путина, я имею в виду со стороны силовиков. Силовики, которые нажрались, наелись, пузо себе отрастили, да не хотят они убивать и бить свой народ, не хотят. Им легче скрыться за границу. Но поэтому, что они мягкотелые по отношению к жестокостям, к народу, за это их и снимают сейчас. Хотя и они-то у всех рыло в пуху. Однако же, значит, недостаточно. Были жестокими с народом, их снимают. Дальше, при назначении новых сотрудников, они будут, как я вам сказала, первые два года грызть гранит. Вот. Ничего нового, друзья. Ничего. 37-е, 36-е, 35-е года. Ну, а дальше война, как вы помните, друзья. К этому Сталин подвел свою страну. Именно к войне. И когда вы помните, вам говорили на уроках истории о том, что были предатели, я вот думаю, предатели чего и кого были тогда. Вот вы сравните сейчас ваше время. И вот ваше отношение к правительству, к шагам правительства, к коррупции, к их законности действий. И завтра призывают ваших сыновей, ваших мужей, призывают на войну. Вот такую войну, скажем, правительство России с какими-то странами, где они... Нет-нет, никакой военной тактики там нет. Там только будет идти отработка, уничтожение населения, молодых парней. Но это война, да. Она будет названа войной. Вы захотите участвовать в такой войне? Нет. Я уверена, что не захотите. Так как же ваши деды и бабки, которые не захотели участвовать в такой войне, были названы предателями? Подумайте на эту тему. Ситуация ведь один в один. Что тогда? 39-й год, 41-й. Что сейчас? У нас с вами 19-й и 2021-е годы. Посмотрите. И сделайте свои выводы. И не ругайте бабок, дедок, каких-то якобы предателей Родины. Они ничего не предавали. Они не хотели умирать за те интересы, навязанные, которых не было никогда у страны. За интересы олигархов, которые отрабатывали свои приемы и свои деньги на войне. Я Таня Карацуба, Сиид Бурхан. Не забудьте, друзья, помочь моему каналу. Или вы сейчас же приступаете к исполнению своих обязанностей и к вечеру приносите 10 рублей. Я благодарю вас всех, кто уже помогает. Но не забудьте, помогать ежемесячно надо. Или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-консессионеров. Читаю до пяти. Да или нет? Раз. Да. Я Таня Карацуба, Сиид Бурхан. Благодарна вам за вашу помощь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!